Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Поделки Самоделки и я Татьяна. И сегодня я вам покажу, как можно украсить ваш дом с помощью джута. И делается это очень легко и получается очень красиво. Для начала нам нужно сделать две схемы. Я беру лист бумаги обыкновенный и отмеряю 21,6 см. Здесь 4,8 см. Еще раз 4,8 см. И еще раз здесь 4,8 см. И последний раз тоже 4,8 см. И у нас в центре получается квадрат, который я сейчас рисую голубым цветом. Квадрат этот получается 12 на 12 см. И повернув на 45 градусов, я нарисовала еще один квадрат. Этот квадрат 13 см каждая сторона. Вот две схемки у меня. Они абсолютно одинаковые и на первой из них нам нужно нарисовать сетку. Такую точно сетку, как на обычной ракетке. Я наметила по 1 см полоски этого квадрата 13 см. И вот нарисовала такую сеточку. Теперь я наливаю клей в тарелочку. И беру джут натурального цвета. И слегка смачиваю его клеем. Сделала я таких несколько полосочек. И теперь очень удобно с ними будет работать. Они не кучеряются и очень удобно укладываются на файлик. Как вы наверное заметили, я свой рисунок вложила в файл. Ну и теперь приклеиваем. Нанесла полосочки клея. И прямо на эти полосочки наклеиваю и джут. Поворачиваем. И ту же самую работу проделываем в обратном направлении. Только немного по другому. Наносим точечно клей на уже уложенные полоски джута. Вот первый, второй ряд. Ну и конечно же так далее. Оставляем сушиться. И после того, как все высохло, мы обрежем край. И нужно будет закончить эту сетку. Закрепить все края. Теперь займемся вторым рисунком. Где у нас будет основной дизайн нашего украшения из джута. Я нарисовала такие завитки на картонке. И теперь легко их можно перевести. И конечно же нарисовать. Вот получается у меня по три таких капельки или лепесточка. И кружочки еще. Так я сделала на всех четырех сторонах. Ну и конечно какая же джутовая поделка не обходится без косички, сплетенной руками. Вот натурального цвета джут из трех ниточек. Я сделала косичку. И нарезала кусочками по 12 сантиметров. Все концы косичек я обработала клеем. Для того, чтобы косички не распускались. Теперь легко их можно нарезать под 45 градусов. И мы наносим эти косички на 12 сантиметровый квадрат. Просто наносим клей. Хорошенько смачивая эти углы. Чтобы они у вас красиво склеились. И получается вот такая красивая рамка. Ее конечно нужно будет хорошенько выровнять. Чтобы она была ровненькая. Иначе джут засохнет. И в принципе и потом можно будет немного его подправить. Ну и теперь выкладываем основной рисунок. Я отмерила и нарезала уже готовый джут натурального цвета. Ниточки. И вот сделала капельки. Скрипив кончики. И теперь их очень легко укладывать на файлик. Также я до этого смочила эти нитки джута клеем. Они у меня слегка такие запердевшие. Поэтому они очень быстро и легко укладываются. Не капризные. Не кучеряются. Не расползаются. Так что я вам рекомендую. Вот они такие даже немножко жестковатые получаются. Теперь я вот клею вторую капельку. Между маленькой и средней капелькой. Там у нас есть еще расстояние с кружочком. Но к нему мы вернемся попозже. Чтобы вам не было скучно. Я показываю просто эпизодами. Вот среднюю капельку поставила. Теперь ставлю самую большую. Она уже везде стоит. Как вы видите на рисунке. То есть сначала мы наносим клей. Смачиваем концы. Кусочка этого. И укладываем его на файлик. Все. Теперь вот та часть, которая с колечком. Посмотрите. Я тоже заранее все померила. Может быть чуток больше оставляем запас. Вот заворачиваем. И так как у меня эта ниточка хорошо смочена клеем. Она прекрасно становится на место и приклеивается. Теперь мы добавим красоты. Как мы это сделаем? Мы добавим джут отбелинный. Мы сделаем ту же самую работу. Только добавим сверху отбелинный джут. Я добавляю отбелинный джут. Но во-первых для жесткости поделки. Все-таки два ряда лучше чем один. И во-вторых. Чтобы глядя на наш выключатель с любого ракурса. Он выглядел каждый раз по-разному. И вот теперь посмотрите еще одна маленькая вставочка, которая похожа на скрепочку. Делается она тоже супер просто. В своих будущих поделках я буду частенько использовать этот приемчик. Делаем поворот на один сантиметр. Еще раз поворот на сантиметр. Теперь я наношу клей на мою будущую скрепочку сбоку. Видите? Оставляю расстояние небольшое. Еще раз наносим клей с другого боку. Опять петельку такую оставляем. И все. Наша скрепочка готова. Теперь можно ее прижать с одной стороны. И загнуть туда, куда вам нужно. Вот только один край зажимаем. И теперь можно ее вклеить. Повернуть любой стороной. Направо или налево. Точно так же такая скрепочка будет сделана и для другой стороны. Итак, во всех капельках я поставила такие скрепочки. Теперь снимаем с файлика. И еще я решила добавить красивых камушков. Конечно, не алмазы и не бриллианты. А вот такие простые красные камушки. Везде, где были у нас колечки. Теперь складываем две части вместе. Кладем на рисунок. Наносим клей на тех местах, где у нас был начерчен квадрат из 12 сантиметров. И аккуратно вот эту нежную часть, фигуристую, накладываем на сеточку. И подклеиваем все края, где у нас сделаны большие капельки. Теперь убираем клей с помощью выжигателя по дереву. Очень легко и быстро это делается. Если такого инструмента нет, то можно и с помощью нагретого гвоздя. Ну и что ж, ставим на место. Это джутовое украшение для выключателя я сделала с намеком для мужа. Давно я просила, чтобы он сделал хорошие выключатели, клавишные. Но он все время как-то оттягивал. Но когда он установил это украшение, он сказал, зачем нам новые выключатели? У нас и так теперь в доме будет красиво. Ну вот на такой веселой ноте я заканчиваю сегодняшний мастер-класс. Поставьте лайк, оставьте ваш дружеский комментарий. И приходите за новыми поделками на канал Поделки Самоделки. А теперь пока-пока!